Добрый вечер! Пришло время нам обсудить очередное домашнее задание. Сегодняшний наш урок посвящен второму аористу в греческом языке. Как обычно, напоминаю вам, что это видео вы можете смотреть только после того, как самостоятельно выполнили все домашнее задание, для того, чтобы проверить, во-первых, себя, во-вторых, еще иметь одну возможность поразмышлять об особенностях греческого языка. Итак, давайте по порядку. С первого предложения. Христос апетанен хупертон хамартион хумон кататас графас. В данном случае аорист это апетанен, а корень у этого глагола танн в настоящем времени форма апатнеско. Там добавился суффикс ска, очень типичный для настоящего времени, но в других временах мы хорошо видим основной корень этого глагола танн, апу приставка, поэтому ап, потом э приращение, танн корень, и н соединительное гласное с окончанием. Умер. В целом получаемо, Христос умер за грехи наши по писаниям. Второе предложение. Кай эксэлтон хой матетай, кай элтон эйстен полен, кай хэрон катас эйпен аутоис. Ну, а здесь довольно много аористов. Во-первых, эксэлтон. Это прошедшее время, ну, аорист от глагола эксэрхомай. Глагол с несколькими корнями, и нужно вот эту вот форму элтон отдельно заучить. Там целый ряд глаголов эксэрхомай, апэрхомай, просэрхомай, простоэрхомай. В общем-то, они различаются только приставками, поэтому просто для всего этого блока глаголов нужно заучить, вот что с эрхомай происходит в аористе. Совсем другой корень, элтон. И вышли ученики, и пришли в город, и нашли. Здесь мы чуть-чуть остановимся. Хэрон – это аорист от глагола хэориско. У него тазик же, как у апатнеска, и суффикс эска в настоящем времени. Ну, вот этот корень хэу хорошо виден в аористе и в других временах. У глаголов, начинающихся с эу, часто нет никакого видимого приращения, и в этом случае тоже. Это чуть-чуть может смутить, но надо запомнить особенность данного глагола. Это нормальный аорист от хэориско. И нашли, как он сказал им. Эйпан, с одной стороны, мы эту форму учили отдельно, с другой стороны, теперь уже нужно сознавать, что это фактически прошедшее время для глагола лэго. Опять-таки, глагол с несколькими корнями, поэтому разные временные формы нужно заучивать независимо, как отдельные слова. И вышли, и пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как он сказал им. Третье предложение. И голос. Эгэното, глагол в аористе, имеющий целый ряд значений, появляться, происходить, случаться и так далее. Ну, в данном случае, наверное, можно просто перевести, как был. Ну, голос случился, появился. С небес звучит немного странно. И голос был с небес. Ну, и гэното, в настоящее время, гиномай. Но корень гэн хорошо виден в остальных временах. Преращение, гэн, корень. И этот глагол не встречается ни в настоящем, ни в аористе в форме действительного залога. Он всегда имеет форму среднего залога. Ну, в аористе еще иногда страдательного, мы это чуть попозже обсудим. И только в перфекте возможна форма действительного залога у этого глагола. Ну, это, опять же, забегая вперед. А так вот, глагол, там, становиться, происходить, быть, обычно имеет форму среднего залога. Ну, переводим вот именно таким образом, как мы выучили славное определение. Итак, голос был с небес. Не путайте эй в смысле есть и эй в смысле если. Обращайте внимание на ударение. Эй, как форма глагола связки эйми второго лица единственного числа, имеет ударение. А эй в смысле если ударение не имеет и примыкает при произношении к соседнему слову. Четвертое предложение. Дидаскале эдамонтина энто ономатису экбалонта даймония. Учитель. Обратите внимание на форму назывательного падежа. Учитель. Эйдамон. Еще один глагол с несколькими корнями, в данном уроке их довольно много. Это аористная форма, соответствующая глаголу харау. В настоящем времени харау, но в аористе ему соответствует глагол эйдон. Ну, исторически у него была основа вид, от которой происходит наше видео, но в выпало из греческого языка, а осталось просто ид. Поэтому приращение э, ид корень, ну, и, соответственно, гласное с окончанием. Учитель. Мы видели кого-то. Именем твоим, в данном случае выражение с предлогом эн, хорошо переводится инструментально, то есть просто с помощью дворительного падежа. Именем твоим, изгоняющего бесов. Кстати, обратите внимание, я перевел даже, ну, можно было бы перевести, мы увидели кого-то, или мы видели кого-то. Ну, здесь даже большая разница в русском языке не чувствуется, а уж в греческом языке тем более. Это аорист, имеющий неопределенный вид и фактически сообщающий, что вот был такой факт видения. Так же, как вот в предыдущем предложении, да, и голос был с неба, ну, и случился с неба. Ну, случился про голос, плохо звучит, и голос был с неба. Тоже, вот видите, мы иногда аорист переводим несовершенным видом. Почему я вот так как-то настаиваю на возможности перевода несовершенным видом? Потому что, ну, некоторые описания аориста, может быть, вы где-то там с ними еще столкнетесь, звучат так, будто бы аорист соответствует совершенному виду прошедшего времени в русском языке, что совершенно не так. Это именно не противоположность, вот, как в русском языке, совершенно несовершенный вид, а трехчастная система, есть имперфект, продолженный вид, есть аорист, неопределенный вид, и есть перфект, который как раз подразумевает законченность и зачастую переводится совершенным видом. Хорошо. Пятый стих. Иисус же сказал ему. Здесь надо вспомнить, что лего это не только говорю, хотя это самый распространенный перевод для данного глагола, но также еще и называю. Ти, вопросительное местоимение, здесь в среднем роде, и средний род вопросительного местоимения часто переводится почему. И последнее, на что нужно обратить внимание, «мэ» слово в винительном падеже, и «агатон» тоже слово в винительном падеже. В русском языке не очень типично при одном глаголе иметь вот так вот два разных независимых слова в винительном падеже, но в греческом это довольно распространенная конструкция, собственно, называемая двойной винительный падеж, и из-за того, что для русского она нетипична, при переводе одно слово сохраняется в винительном падеже, а у другого слова падеж меняется чаще всего на творительный. Ну и в винительном падеже нужно сохранять то, что является прямым дополнением глагола. Ситуация с двойным винительным падежом – это местоимение, если оно есть, или слово с артиклем, или имя собственное. Ну, здесь местоимение есть. А чуть-чуть про двойной винительный падеж написано в главе, посвященной винительному падежу, ну, и, может быть, я хочу вернуться к этому материалу, чтобы вот напомнить, освежить в памяти эту не очень простую конструкцию. Итак, собирая все вместе, что мы получаем? Почему меня ты называешь хорошим? Смотрите, я творительным падежом перевел. Почему меня ты называешь хорошим? Ну, или благим, как в синодальном переводе. Никто хороший. Ну, вот если сохранять какое-то дословное исследование текста, но в русском языке обычно не дублируются, и мы уже не раз видели, и перед глаголами мы не дублировали, и здесь подразумевается глагол связка, никто не есть хороший, поэтому никто не хорош. Эймэ, помните, кроме как переводится, кроме как один бог. Кстати, хейс, не путайте с эйс, видите, густое придыхание, это не слово, это не предлог, в, это числительное один. Иисус же сказал ему, почему меня ты называешь хорошим? Никто не хорош, кроме как один бог. Шестое. Он вышел и ушел. В пустынное место. Ну, и экселтен, и апплтен, видите, вот этот элт, и элт, корень, и в том и в другом случае это различные вариации глагола эхомой в аористе с разными приставками, мы уже говорили, нужно просто запомнить, как изменяется корень, ну, и тогда, говорят, что их проблем с этим словом не будет. Итак, и вышел, и ушел, он вышел, ушел, ну, или он отправился, и ушел в пустынное место, и там прос элхэто, это имперфект от прос элхамай. Почему имперфект? Ну, потому что, смотрите, приставка прос, теперь элхэпсилон удлинилось в эту, вот здесь вот есть у нас превращение, а основа точно такая же, как и в настоящем времени, ну, и соединительное гласное, и вторичное окончание. То есть, никакого изменения в основе здесь не произошло. Переращение, основа настоящего времени, соединительное гласное, личное окончание, то есть, это нормальный имперфект. Прос элхамай, глагол, встречающийся только в форме среднего залога, вот видите, в аористе он тоже в среднем залоге, но для молиться действие, которое подразумевает такую вовлеченность молящегося, конечно, средний залог очень естественен. Так что, имперфект, возвращаясь к тому, что это имперфект в данном случае, вот что мы должны отметить, что автор желает подчеркнуть, что молитва заняла какое-то время. Он использует продолженный вид. Так что он отправился в пустынное место и там молился. И дальше. И они нашли его, уже с вами встречали, и говорят ему. Здесь в настоящее время глаголу лего, так называемое историческое настоящее, когда для большей яркости события в прошлом описывается с помощью глаголов в настоящее время. И они нашли его, и говорят ему. И в данном случае содержимое их речи, так как здесь есть прямое обращение, все ищут тебя, то лучше хоть и переводить не что, а считая это прямой речью, после аутопа ставить двоеточие и в кавычках написать «Все ищут тебя». Ну, ищут the two sin, это the tell, эпсилон, слитный глагол, здесь вот видите, мы из-за ударения видимого произошло слияние, и тоже глагол настоящего времени, вот прямо сейчас ищут тебя. Седьмое. Плакис каи эйс пур аутон, эболэн каи эйс худата. Эболэн, аорис от глагола балло. В настоящем времени у него в основе две лямбды, вторая лямбда как раз появляется при образовании основы в настоящем времени, в остальных временах одна. Приращение, корень балл, ну и гласное с окончанием. Так что получается, часто и в огонь его он бросал, и в воду. Аорис в данном случае перевёл бросал, ну потому что слово часто требует именно такого значения. Так что, видите, аорис может в каких-то случаях быть переводен совершенным видом. Ну и когда вот мы читали каких-то там просто последовательностей событий, да, ну, во-первых, Иисус умер, ну, конечно, такое предельное действие, такого рода действие практически всегда в аорисе переводится совершенным видом, или там вышли ученики и пришли в город, и нашли, как он сказал, вот такая просто серия единичных действий, тоже совершенный вид. А здесь из контекста мы понимаем, что действие не единичное, поэтому переводим несовершенным видом. часто и в огонь его бросал, и в воду. Восьмое. У те ойдра, у те эпистра май, сути легейс, кай экселтен, эксо. И не знаю, и не понимаю, что ты говоришь. И вышел, и он вышел вон. Ну, еще раз, глагол с корнем элт. Много-много раз в этом домашнем задании он встречается, ну, и это для того, чтобы вы запомнили, ну, и просто потому, что глагол с корнем элт, и эхо-май, ну, в прошедшем в авористе элтон, и вариации с предлогами действительно очень часто встречаются в Новом Завете, поэтому этот глагол нужно хорошенько запомнить. Итак, и не знаю, и не понимаю, что ты говоришь. И вышел вон. Девятый. Хойтенес аперталмомен те хамахтия пос эти зэсумен эн ауто. Обратите внимание, это вопрос. Хойтенес это, так называемая, длинная форма относительного местоимения, когда вместе соединились относительное местоимение хоз и неопределенное местоимение тис. Ну, в данном случае это множественное число, каждая часть изменяется независимо, поэтому вот первая часть хой, и вторая часть тис, у которого основа тин во множественном числе имеет форму тинес. относительное местоимение, ну, такая вот форма относительного местоимения, она имеет, по крайней мере, в древнегреческом языке имела усилительное значение, кайне вот это усилительное значение ослабло, но тем не менее, особенно если контекст требует, некую усилительность оно текст передает, то есть, те самые, которые. Теперь вот будьте внимательны, опять tan o men, ну, мы глагол, собственно, этот уже обсуждали, это аорист от вот неску, видите, приращение, корень tan, важно обратить внимание, это первое множественное, поэтому, если вы просто переведете вот таким образом, те самые, которые умерли, то вы создадите у слушателей неверное впечатление, потому что это не просто кто-то там умер, а это мы умерли, это первое лицо, единственное число, вот в русский глагол прошедшего времени своей формы не отображает лицо, и мы умерли, и вы умерли, и они умерли, глагол умерли звучит одинаково, а греческое окончание говорит о лице, и поэтому эту информацию в переводе нужно сохранить, ну, те самые, которые мы умерли, немного, странно вот это звучит, можно чуть-чуть перефразировать, мы, те, которые умерли, теперь, техомартия, техомартия, греху, дательный падеж, но дательный падеж в греческом языке не просто соответствует русскому дательному падежу, у него довольно широкий спектр употребления, и одно из типичных употреблений дательного падежа, особенно с неодушевленными существительными, это то, что называют дательные ссылки, то есть в отношении чего, или как в связи с чем совершено действие, поэтому, например, мы умерли для греха, синодального перевода, в общем, достаточно неплохо передает эту мысль, мы умерли для греха, мы умерли по отношению к греху, так мы, которые умерли по отношению к греху, как еще будем жить в нем, будем жить, это будущее время от глагола зао, альфа удлинился в эту перед образующей времени сигма, это нормальный глагол, по правилам, образующие форму будущего времени, ну, как еще будем жить, в нем, почему я переводил в нем, хотя ауты, это форма женского рода, ну, потому что явно, что ауты в данном контексте ссылаются на хамартия, то есть на грех, в греческом языке грех слово женского рода, поэтому местоимение ссылающееся на грех тоже женского рода, мужского рода это слово в русском языке, поэтому и род местоимения мне тоже приходится менять, чтобы вот у меня в предложении сохранилось согласование итак мы, те, которые умерли в отношении греха, как еще будем жить в нем 10 апрекрите алтоис хо Иисус кай Эйпон ответил им Иисус и сказал Эйпон теперь глагол мы с большим осознанием рассматриваем но с другой стороны мы уже и выучили форму сказал хотя теперь можем еще и добавить что это аорист от лего итак ответил им Иисус и сказал истинно истинно говорю вам вы ищите меня ЗТО эпсилон слитный глагол и здесь вот это дифтонг Эй это результат слияния двух эпсилонов вы ищите меня не потому что вы увидели чудеса Ид корень Э приращение и нужно запомнить многокоренной глагол это аорист от Харао вот это вот Ид по аналогии свидела должна хорошо запоминаться итак не потому что вы увидели чудеса но потому что вы ели от хлебов кстати ФАГТ да мы конечно это слово еще не изучали но оно использовалось в нескольких примерах к этому уроку и может быть вы уже чуть-чуть этот корень ФАГ начинаете запоминать это корень употребляемый в аористе глагола обозначающего есть ну кстати какой-нибудь фагоцит саркофаг и так далее то есть несколько может быть экзотических русских слов но все-таки этот корень используют и да вот это конечно же аорист и от хлеба можно ну или съели от хлебов но съели от хлебов как-то странновато звучит в конце концов вот идею факта действия в отношении поедания хлеба лучше передает форму несовершенного вида ну вот она вот так и дана потому что вы ели от хлебов и насытились кстати это конечно тоже аорис но эту форму которую еще через урок только мы с вами будем изучать итак ответил ему Иисус и сказал истинно истинно говорю вам вы ищите меня не потому что увидели чудеса но потому что вы ели от хлебов и насытились одиннадцатая сочиненное предложение в доме в котором ученики хлеб из руки Иисуса приняли или получили элабон это прошедшее время то есть аорист от глагола ламбано у которого корень ламб ну или иногда ламб там вот это мю в каких-то временах появляется в каких-то временах исчезает ну и нужно заучивая глагол ламбано запомните то что у него корень ламб а то трудновато эту форму будет изучить но если вы запомните что ламб корень ан суффикс один из ну можно конечно перевести как они сказали друг другу и господу их но что там они сказали вот какой-то даже сказали друг с другом как это очень странно получается учитывая что это аорист от лего и лего обозначает говорить аориста неопределенный вид то есть он может описывать и какой-то процесс лучше перевести это как говорили они говорили друг с другом и с господом их греческий текст не дублирует предлог а вот в русском языке для того чтобы лучше звучал этот предлог сум который относится и друг другу и к господу лучше продублировать ну и в целом у нас получается следующее в доме в котором ученики хлеб из руки Иисуса получили они разговаривали друг с другом и с господом их двенадцатый хой охлой пос элтон те полей каэн те сунэго гэ сунэгагон хоэтихо паулус эдидаске тэн але тэн пэре Иисуту Христуте каэ ту курию толпы толпы пришли в город ну опять же вот я добавил здесь предлог вы пришли куда дательный падеж может указывать там направление назначение в греческом языке и иногда вот перевод падежа падежом не получается или получается чрезвычайно корявым и нам приходится вот какие-то использовать другие там предложенные словосочетания или еще что-то вот так толпы ну или просто там множество народа пришло в город и в синагоге дальше у нас Аорист от сунаго здесь так называемое атическое удвоение ну или просто запомнить как аго изменяется в Аористе превращающаяся в эгагон надо это не стерк глаголов которые вот хоть и следуют каким-то правилам настолько экзотическим что проще выучить что получилось да и все здесь правда есть некоторая сложность потому что контекст нас подталкивает к переводу что толпы там или толпы пришли в город и в синагоге собрались но вообще это действительный залог собрали и обычно все-таки сунаго в действительном залоге обозначает собирать а собираться он как правило имеет значение в среднем залоге поэтому естественнее было бы здесь поставить средний залог но это тем более сочиненное предложение это не настоящий греческий текст но я не очень понимаю почему Маунс предпочел здесь оставить действительный залог и получить какой-то странноватый корявый текст в общем-то в таких конструкциях в греческом тексте обычно все-таки используется средний а не действительный залог ну вот так вот считаю что мы все-таки догадались из-за мысля Маунса мы переведем что синагоги собрались потому что Павел учил обратите внимание э дидаске дидаск такая же основа как в настоящем времени приращение соединительное гласное то есть это имперфект то есть до этого были аористы просто сообщающие о факте пришли в город собрались и потом Павел учил какое-то время подразумевает имперфект который подчеркивает продолженность учил истине об Иисусе а теперь текай я напоминаю это постпозиционный союз и при переводе его нужно поставить перед тем словом рядом с которым или после которого оно стоит об Иисусе и Христе и Господе это довольно часто встречающаяся коррелирующая пара текай и и имеет значение об Иисусе подразумевается который и Христос и Господь то есть не учил об Иисусе Христе и Господе но это было немного странно а именно об Иисусе и Христе и Господе так что у нас много сюрпризов в этом сочиненном предложении но если здесь меня несколько смущает то как Маунс построил предложение потому что вроде как речь идет о собирающейся толпе следовало бы использовать средний залог а вот здесь как раз все очень корректно и в соответствии с тем как обычно греческие тексты устроены и так толпы пришли в город и в синагоге собрали потому что Павел учил Иисусе об Иисусе и Христе и Господе Тринадцатый Кай Апетанен Саул Кай Трейс Хюю Ауту Энте Хэмера Экэйны Кай Пасха Ойкус Ауту Апету Ауту Апетанен И Умер Саул Мы уже сталкивались с этим глаголом того места под Неску с корнем Тан И Умер Саул И Три Сына Его В день Тот И Весь Дом Его Ну Опять же Опять Он Умер А вот Это Эпи То Ауту Ну Требует Некого Уточнения А просто Нужно Вспомнить Что Аутус С Артиклем Переводится Особенным Образом Если Аутус Без Артикля Ну и Просто Употреблемое Само По себе Имеет Значение Он При Слове С Артиклем Имеет Значение Сам То То Когда Имеет Артикль Просто То Переводится Тот же Самый Ну Здесь Средний род При том же Самом Умер Ну При том же Самом Как-то Можно Перефразировать Чтобы Получилось Более Литературно Например Ну Тогда же Умер И в целом И Умер Саул И Три Сына Его День Тот И Везде Дом Его При Этом Да При Сам При Этом Умер Или Тогда же Тогда же Умер Тогда же Нет Тогда же Наверное Похоже При Том же Самом То И Везде Дом При Этом Умер Четырнадцатый Вошел Женой Еще раз С Элф Как Орис От Э Эр Хамар Встречается Форма Вошел Женой И Сыновья Его И Жена Его И Жены Сыновей Его С ним В Ковчег И Из-за Воды Пятнадцатая Энэгапэ Пос Элабэта Хумас Хо Деспотес Ну давайте Мы порциями будем читать Порциями Потому что Длинное предложение В любви Получил Нас Господин Прос Ламбано Глагол В данном Случае Вот видите Корень Лаб Ну Ламбано Корень Лаб Здесь тот же Самый Глагол Просто Еще И с приставкой Вы видите Видите Переращение Стоит После Приставки В любви Получил Нас Господин Из любви Которую Он имел К нам Эсхен Это Аорист От Эхо Напоминаю Что у Эхо Корень Сэх Просто Сигма В настоящем Времени Выпадает В будущем Например Она заменяется На густое Придыхание А в области Вот эта Сигма Видна Просто Гласная Из корня Выпала И сэхы Только осталась Но корень Сэх И которую Имел Ну Опять же Аорист Имеет Неопределенный Вид Поэтому Про любви Которая Имелась Лучше Сказать Вот Не Совершенно Видом Из любви Которую Имел К нам Кровь Свою Дал За Нас Иисус Христос Господь Наш По Воле Бога Ну Н Воле Бога Да Или Воле Бога Традиционные переводы Для Словосочетания С предлогом Н Здесь Плоховато Звучат И Воле Бога И Воле Бога Но Предлог Н Довольно Многозначный Предлог И Среди Массы Его значений И Такой Вариант Тоже Возможен Вообще Если Вдруг Вы Встречаете Ситуации Когда Вроде бы Знакомое Вам слово Как-то Плохо Вяжется С Контекстом Посмотрите Может быть У этого слова Есть Еще Какие-то Значения Которые Вы Просто Не Знаете Для Предлогов Это Особенно Справедливо Потому Что Предлоги Очень Многозначны Ну Или В том Смысле Что Они Могут Использоваться В Очень Широком Спектре Всевозможных Конструкций И При Этом В Разных Языках Для Вот Этого Спектра Конструкции Используются Разные Наборы Предлогов Ну Здесь Вот По Воле Бога Явно Указание На То Что Является Причиной Того Как Все Произошло Дальше Кайтен Сарко Хупер Тес Саркоз Хэмон Кайтен Псюхен Хупер Тен Псюхон Хэмон И Плоть Райди Ну Или Как За Плоть Нашу У У вас Там Есть Сносочка Которая Говорит Что С учетом Контекста Артикль Вот У Слова Плоть Может Иметь Значение Принадлежности Вообще Раз Слово Плоть С артиклем То Речь идет Какой-то О плоти Которая Явно Как-то Знакома Узнаваема Слушающему Артикль Как-то Выделяет Это Понятно Что Она Знакома Узнаваема И потому Что Она Конечно Принадлежит Иисусу Но Еще И учитывая Особенность Контекста Вот Эту Принадлежность К Иисусу Подчеркиваем Артиклем Параллельность С плотью Нашей Артикль Можно перевести Как свой И Свою Плоть За плоть Нашу И Свою Жизнь За Жизнь Нашу За жизни Наши Нужно Число Псюхе Можно Душу За души Наши Но Псюхе Это еще и Жизнь Напоминаю А в целом У нас Получается Следующее В любви Получил Нас Господин Из-за Любви Которую Имел К нам Кровь Свою Дал За нас Иисус Христос Господь Наш По воле Бога И Свою Плоть За Плоть Нашу И Свою Жизнь За Жизнь Наш Шестнадцатый Хон Иисус Элтон Эйс Бэтлени Бэттаниан Хопу Эн Лазарос Хон Эгейрэн Эк Некрон Иисус Итак Иисус Пришел В Вифанию Ну Вифанию Я прочитал По-византийски Б Как В Э Как И Т Как Ф Ну Либо Бэтаниэл Либо В Вифанию По-византийски Где Был Лазарь Которого Воскресил Из Мертвых Иисус Ну Элтон Еще раз Чтобы вы хорошо Запомнили Семнадцатое Энто Космо Эн Кайхо Космос Ди Ауту Эгэнето Кайхо Космос Аутон Ук Эгна В мире Он Был И Мир Через Него Появился Аурист От Геномай Уявляюсь Происхожу Есть И так далее Целый спектр Значений Вот Угеномай Корень Ген Запомните Мы уже встречали Эту форму Мир через него Появился И мир Его Не Узнал Эгно Аурист От Геноско Угеноско Корень Гно Довольно Сложно Образуется Форма Настоящего Времени Там Было Удвоение Гиг Геноско Вообще Для образования Настоящего Времени Такое Удвоение С йотой Было В древности Как-то Очень типично Для греческого Языка И еще Осталось Так называемых Глаголах Нами Которых Мы будем Изучать В конце Учебного Года Ну поэтому И этот Эффект И еще Суффикс СК Поэтому Корень Гно Весьма Сильно Трансформировался При образовании Формы Настоящего Времени Геноско Но в остальных Временах Корень Гно Хорошо Виден Вторая Особенность Этого Слова Это слово С так называемым Корневым Аористом То есть У него Окончания Добавляются Прямо Корню Без Соединительных Гласных Вот корень Гно Корень Ба Два Корня Таких В греческом Музыке Но это Третье Лицо Единственное Число Никакого Окончания Нет Бывает Соединительное Гласное Эпсилон У других Глаголов Здесь вообще Ничего Нет Поэтому Просто Эгно Так что В мире Был И мир Через него Появился И мир Его Не Узнал Восемнадцатый После этого Пришел Иисус И ученики Его В иудейскую Землю И там Он Пребывал С ними И Крестил Баптидз О Форма Настоящего Времени Здесь мы Видим Точно Сохранившуюся Основу Настоящего Времени С приращением С гласным Окончанием То есть Это Имперфект Это Не Аорист И Крестил Подразумевает В смысле Какое-то Время Этим Занимался Продолженный Вид Имперфекта Здесь Важен Девятнадцатый Пентагар Андрас Эсхэйс Кай Нунхрон Эхэйс Ук эстинсу Анах Ибо Пять Мужей Ты Имела Аорист От эху Видите Сэх Корень Сэха Здесь Сохранилась Ну то есть Я перевел Имела Просто Из контекста До Пять Мужей И вспоминаю Что-то Иисус Разговаривает С самарянкой Вот Здесь Аорист Ну как Ссылающийся На Факт Более Естественно Переводится Несовершенным Видом Ибо Ибо Пять Мужей Ты Имела И Которого Ныне Имеешь Настоящее Время От того же Самого Глагола Не Есть Твой Муж Ну не Твой Муж И Двадцатая Эйпан Он Он Ау То Хой Иудав И Так Сказали Ему Иудеи Нон Эгнокамен Хоти Даймонион Эхейс Ныне Мы узнали Что Беса Ты Имеешь Кстати Это Тоже Корень Гно Но Это Форма Перфекта Этого Глагола Которого Мы Судим Попозже Абрам Апетанен Кайхой Профетой Кайсу Легейс Аврам Умер Мы уже обсуждали Этот глагол И Пророки И Ты Говоришь Я Тисто Млогому Тересе Уме Геусетай Танату Эйстон Айона Если Кто Слово Мое Соблюдет Не Вкусит Смерти Вовек Здесь Интересное Сочетание Уме Две Отрицательных Частицы Это Категоричнейшее Отрицание В греческом Узаке То есть Это не надо Переводить Как Не Не Было бы Странно Кто Если Кто Слово Мое Соблюдет Не Не Вкусит В русском Две Не Друг Друг Отрицают А в греческом Вот эти Две Не Они Используются Для категоричного Отрицания Точно Не Вкусит Смерть Те Вовек Итак Сказали Ему Иудеи Нынему Узнали Что Беса Ты имеешь Авраам Умер И Пророки И Ты Говоришь Если Кто Слово Мое Соблюдет Не Вкусит Смерти Вовек Ну что ж Брать Мы С вами Посмотрели Как Должно Было Выполняться Домошнее Задание В общем То есть Всего Несколько Глаголов У нас Все время Всплывало Глагол Эхомай Который Воврести Превращается Вэлтон Глагол Лего Который Воврести Превращается Вэйпон Глагол Эхо Который Воврести Превращается Вэсхон И Глагол Гиномай Который Воврести Превращается В Эгномен И Наконец Глагол Геноско Который Превращается Воврести Вэгнон Вот видите Они какие Конечно А И еще Ламбану Который Превращается Воврести Вэлтон Все они Конечно Такие Немного Проблематичные Глаголы И Это И плюс И минус Второго Ориста Плюс В том Что Если вы Помните Корень То добавили Прекращение Там И окончание Как и в Имперфекте И получили Форму Это все Довольно Легко Минус В том Что Нужно Помнить Корень Который Отличается Всегда Отличается Для Глагол Второго Ориста От Основы Настоящего Времени А Глаголов Сообразующих Второй Орист Совсем Немного В Новом Завете И Поэтому Одни и Те же Глагол Мы с вами Встречаем Но С другой Стороны Они И часто Встречающиеся Довольно Ну И Поэтому Их Нужно Знать А с другой Стороны Раз они Довольно Часто Встречающиеся То Вы на них Многократно Будете Натыкаться Я надеюсь В конце Концов Вот Все Все Вот Эти Формы Вам Будут Знакомы Ну Что Ж Спасибо За Внимание Благословений